Звонок прогнозу СССР 1972 года Подведет итоги прошедшего Отрезка чемпионата Какая команда удивила Ловчева Что стало неожиданностью После этого подведем итоги И расскажем о коэффициентах Которые предлагают букмекеры Звонок прогнозу Какая команда на данный момент Больше всего вас удивила Вот чтобы такая вот удивила На 100% удивила Наверное нет такой команды Мне очень интересно Что сначала попав на ковид Я имею в виду Ростов Когда Байрамян устроил команде Короче говоря Когда к родителям съездил Ковид 6 человек заболели Там повезли юношей С Сочи играть Там провал определенный Потом вдруг Распродажа игроков Перед концом заявочного периода И покупка целой группы игроков Для меня было удивление Что эта команда Сразу заиграла Находится там на каком На четвертом, пятом месте по-моему Для меня это было удивлением Я знаю, что команду все равно Надо наиграть Надо определить людей Кто тактику Под этих людей Там и прочее И эта команда вдруг Раз прям Вот тут Поменяв людей Она ни в чем не уступила Как будто Этих людей уже давно Тренировал Карпин Или мысленно тренировал Ведь не может быть так Значит Карпин Уже готовился К этому Карпин Ну подбирал Или не подбирал Но его Ставили в известие Кого хотят взять И как будто Никакой смены игроков не было Вот это для меня Удивление было На самом деле Что тогда вообще Скажем так Разочаровало В этом отрезке чемпионата Разочаровал весь чемпионат Когда приезжают Иностранные тренеры В наш чемпионат Все Они все говорили Все в один голос Говорили И у вас очень медленно Играет футбол И точно так же В медленный футбол Играл Динамо Московское Пришел С незамыленным взглядом Тренер Шварц Я пришел к выводу Не они нас На новый уровень вывели А мы их опустили До нашего уровня Сегодня Точно такой же Показатель идет В Динамо Московское Вот все Эти молодые ребята Новиков Парфеонов Димка Я хорошо отношусь Ко всем к ним Но они Выходцы из нашего футбола Они такой же футбол Насаждают командам Вот пришел человек Из немецкого футбола Где скорости Совершенно другие И Динамо С тем же практически Сосам Там пару человек Добавили Оно стало Пока Пока стало И я думаю Что и он Опустится до нашего уровня Потому что один Ну кто Кто-то вспомнит Поговорку Один в поле не воин И если их не будет Заставлять Другая команда Играть на таких Предельных скоростях Вот они с Зенитом Играли Проиграли 3-1 А если не брать результат А саму игру Они были быстры Они были свежи Они были азартны И они играли В европейский футбол Вот Динамо Это сейчас Показательно Вот пока новый тренер Пока он не обрусел В нашем футболе Он дает Вот эту свежесть Мысли Свежесть движения Там и прочие Прочие дела Какая команда Может быть Стала для вас Неожиданностью Например Вот ЦСКА Наверху Там Спартак Вдруг тоже наверху Либо же Так низко Пал Краснодар Что-то из этого Это совершенно нормально Мне думается Что неожиданностью Было Что Краснодар Немного так Отпустился вниз Но здесь понятное Это травмы и болезни Потому что Мы никогда Ни футбол наш Ни спорт наш Не бывал В таких условиях Вот для Краснодара Это было Ну огромным Просто Скачком вниз Звонок Прогнозу Сочи Динамо Первый матч У обеих команд Сейчас по 30 очков Пятое и шестое Места соответствуют Кто победит В этом матче Я говорил о Динамо Как раз Очень хорошие слова Не думаю Даже Что поражение Там 1-3 Что-то такое Сказал Потому что Второй тайм Они так яростно Начали И 2-1 было И казалось Вот-вот 2-2 будет Мне думается При такой игре С медленной командой Сочи Динамо Должно выиграть Набо сыграл Только 3 матча После травмы И уже забил Это показатель Что он уже Полностью набрал форму Или же Это просто Такой Отрезок один Игровой Но ему еще Нужно набирать Просто уровень Набо По мастерству По классу Я бы сказал Намного выше Чем у всех игроков И Сочи И многих-многих Игроков Нашего чемпионата Набо всегда Когда он еще Приехал только В Рубин И в Ростове Он вот в Зените Только как-то Но он Как-то не приглянулся Что-ли Он везде был Лидером Которому доверяли И который был Центральной фигурой Который вел Всю игру Я был удивлен Очень удивлен Притом Не просто удивлен Что никакая команда Которая За первые места Борется Не Не Постаралась Его Выкупить Сегодня Во многом Игра Сочи Зависит На Боу Есть на поле Или нет Его на поле Вот вы сказали Что Динамо Победит Как вы сказали Но у Сочи Сейчас идет победная серия Тем более Последний матч На Спартаком Они тоже Одержали победу На Спартаком Вот А Динамо Проиграл Зениту Это как-то Не поможет Разве Сочи Вот эта победная серия Когда вы говорили То же Что вот Когда побеждают Когда поражение Говорил о разности Футбола Европейского И русского Русского Вот в этом Медленном Русском Футболе Иногда Один человек Такой как На Боу Может решить Судьбу встречи А Судьбу встречи Один хороший Российский Футболист Против Европейского Футбола Не может Решить Они Быстрее Они Активнее Они Прессингом Все время Давят Динамо Сейчас идет Вот в эту Сторону Поэтому Я и говорю Что это Разные Футболы На самом деле Вернемся На тур Назад Там Как раз таки Спартак Играл против Сочи И как вам Ситуация Со словами Бородина В адрес Тедеско Про нашу Землю Стоило ли Вообще Так Говорить Ребята Вы От этого Футбола Который Плохо Играете Вы еще И зрителя Нормального Зрителя Отводите Вы не Понимаете Что все Вот это Разрушит Футбол Полностью Он никому Не нужен Будет Просто Потому что Это сплошные Склоки Нехорошие Вещи Кончится Это Поножовщиной В конце Концов Или Это уже Бои без правил Это другой вид Спорта Поэтому Для меня Это гадко И плохо И плохо Что и тренер Спартака Тедеско Тоже Это не понимает Когда он Начинает На пресс-конференции Там Чего-то Высказывать И прочее Прочее Разве Вы из СССР Что-нибудь Слышали Вот Это порядок Который Должен быть Сейчас В нашем Футболе Его Показывает Как раз СССР И со Средними Игроками Со Средними Они находятся В лидерах И одни Из тех Которые Опять Добудут Путевку Видимо В лигу Чемпионов Со Средними Игроками Это они Показали В принципе Ведь Я даже Их не могу Сравнить С Краснодаром Краснодар Сильнее По игрокам Динамо Уже дважды Как раз Таки Проиграл Ну вы Про Динамо Уже говорили Но Проиграла Пришварти Зениту И Ростову Не закончилась Ли Вот эта Вот Встряска Или Сказка Или Все-таки Без поражений Не бывает Нет Не закончилась Еще Не закончилась Наоборот Это была бы Сказка Если бы Прям пришел Новый тренер И они Сразу Десять игр Подряд Выиграли Но Не заметить Что игра Этой команды Стала Другой Даже По игре С Зенитом Где Проиграли Не заметить Это только Слепой Мог бы Честно говоря Они играли Ну очень Приличный Футбол На самом деле А с Ростовом Там Простая Вещь При всех Делах Как Я говорю И хвалю Шварцев Вот он Другой футбол Перестраивает Там под европейский Футбол И прочие Прочие дела Уровень Футболистов Низковат И там Игру Сделали Два пенальти Совершенно Очевидные Пенальти Но Там Где игроки Просто не должны Были их делать Пенальти Прибили Их Напрочь Хорошо Переходим Уже к прогнозам Сочи Динамо Точный счет 2-1 Выиграет Динамо И соответственно Другие прогнозы Ну наверное Обезобьют Звонок Прогнозу Переходим К главной встрече Зенит Спартак Чего ждать От этой встречи Совершенно Равной игры Хотя По уровню Футболистов Зенит Выше Вот То что Спартак Выиграет Я не особенно Верю То что Может Сыграть В ничью Как Все последние Игры А в последние Годы Зенит Сильнее Ну До 16 Года Когда Спартак Выиграл Чемпионат Предположим Да Зенит Предпочтительнее Тут вопросов нет И уровень Игроков Предпочтительнее У него Результаты Я вчера По-моему Где-то видел Там 1-0 Выигрывает Зенит 1-0 Выигрывает Зенит 1-1 Даже Много голов Не забиваются Честно говоря И это Важнейшим Является Потому что Это Знаешь Его могут Называть Дерби Двух столиц И сразу Москвичи Обижаются Какая столица Там Питер И прочее Я расскажу По-другому Это Двух Последнее Время Важных Футбольных Клубов Битва Вот так Бы я сказал Здесь Чуть-чуть Снижается Уровень Мастерства Футболистов Зенита Потому что Они тоже Понимают Они сейчас На 3 очка Ведут Если они Как-нибудь Зацепят Спартак 6 очков Пожалуй Это очень много Для отрезка Все-таки Соберутся Видно Что судья Сплоховал И не дал Пинаке ворот Сочи Когда рукой Отбил Сейчас У Спартака Травмированы Соболев И Кокорин Сильно Сильно Это отражается На игре Ну в общем Да нет А что тебе Уж очень много Чего-то там Привнесли Такого Ну пожалуй Соболев Характером В прошлой игре На кубок Отличился Когда там Некупитасовка Началась Его Из дюбы Так Кокорин Вообще Пока Ничего Особенно Спартаке Не сделал И Лучшими Являются Понса Сласова Тут вопросов Даже нет Никаких Зенит Уже Сделал Небольшой Отрыв От преследователей Это соответственно 3-4 очка В случае победы На Спартаком И поражении ЦСКА Если будет Уже Отрыв 6 очков Можно будет Заканчивать Спокойный Чемпион Заканчивать Нельзя Однозначно Нельзя Все будут Кусаться Будут цепляться И показатель Того Как много Отрезков За последние Годы Зенит Проводил Невзрачно Честно говоря А потом Мог 5-7 Один там Выиграть А потом Не выиграть У кого-то Это показывает Что Зенит Не использует Все свои возможности Вот И может Где-то Нарваться На что-нибудь На какую-то Внутреннюю Там Обстановку Нехорошую Еще что-нибудь Понимаете Что у него Дело И для меня Совершенно очевидно Что единственным Соперником Зенита Является Сам Зенит Вот только От него Все зависит А никак Не от Спартака И никак Не от ЦСКА Других Я вообще В расчет Не беру Переходим К прогнозам Точный счет Матча Зенит Спартак Я думаю 1-1 И первый Тайм Звонок Прогнозу Приходим К третьему Матчу Ростов ЦСКА Ростов Набрал Ход И уже На четвертом Месяце ЦСКА Пошел На спад Как Закончится Эта встреча Тоже В ничью ЦСКА Все последние игры В ничью Заканчивают Притом Ведет А потом Где-то Селенок не хватает Где-то Показывает Что у них В обороне Довольно-таки Приличный Бардак Хотя Вот История Сейчас Не показывает Что ЦСКА Лучше Играть На выезде Когда Чуть-чуть Раскрывается Команда Соперников Но Там Боевая Команда Там Боевая Очень Команда Ростова Так Вернулся В строй Норман Это Очень важная Фигура По большому Счету Вернулся В строй Еременко Который Определяет Игру Атаки Очень И очень Такие Две Чигуры Которые Важны Для Ростова У них Вот Нету Таких Как бы Сказать Вот здесь Враг Играет Там Предположим У них Все Места На поле Заняты Где На 100% Все Отдаются Игре И на 100% Играют Кто-то Лучше Играет Кто-то Хуже Но на 100% Приблизительно То же самое Можно сказать О ЦСКА У них Проблемы Большие Проблемы С составом Команды И вот Эти Покупки В отличие Как когда-то Они Вот Просто Попали На рост Очень Талантливых Футболистов Это Это Когда Карвалия Дуду Вагнер И Ижо Приехали Ну Четыре Человека Но просто Изменилась Команда Там Через Пару Лет Вообще Была Просто Прекрасной Командой Да И направление Это такое Все Бразильское А сейчас Лоскутное Какое-то Вот смотри Мы сейчас Назвали Четырех Нападающих И все Все Пока Пользы Совершенно Не приносят Ну не приносят Пользу Чалов Пустой Он Человек Табло Но Табло Нету Его Значит Он не играл В футбол Вообще На самом деле На Табло Имеется Ввиду В разделе Голы А у Него Нету Этого Гаич Вообще Непонятно Что Из себя Представляет И вот Так Они Пока Не отгадали Даже Просто С нападающими И Всю Игру Творят Фернандес И Влашич Семь матчей Армидцы Не могут Победить Виноват ли Так Гончаренко Как многие Говорят И Пора ли Менять Тренера Виновата Финансовая Ситуация И вообще Как бы Они Уверовали В одну Вещь Что Мы Не будем Много Тратить На Игроков Хотя Влашича Все-таки Выкупили В свое Время Ну За хорошую Такую Сумму Мы Не будем Тратить Много Денег Да Но Будем Все-равно Наверху Вот это Может быть Их Главная Ошибка Такая Ну У них Денег Не было Но Сейчас Все-равно Они Как за Привы Находятся Но Что-то Надо Делать Надо Надо Потратить Немного Денег Чтобы Хорошего Центрального Защитника Купить Хорошего Центрального Нападающего Двух Человек Наконечник Сзади И впереди И сразу Все Разрулится Когда Даже Зенит При Сегодняшнем Составе Чего-то Не хватало Игры Не было И прочее Они Потом Купили Азмуна Барюса И Ракицкого Сразу Команда Вдругая Стала Чемпионская Сразу Стала В тот Год Во всяком Случа Вот Это Надо Сделать ЦСКА А они Уверовали Что Долгое Время Мы Берем Из Уфы Облякова Еще Кого-то И Все Нам Хватает Мы Все равно В тройке Находимся Так Взяли же летом И Гачи И Джуки Вот это Фукс Ну вот Ошиблись Вот тебе Ошиблись Я тебе назвал Четырех Других С которыми Не ошиблись Ну то есть ЦСКА Не стоит Менять тренера Гончаренко Не виноват Ему игроков Надо купить Он Он Приблизительно С такой же Командой Батэ Называется Показывал Всем и вся Что он Может В какой-то Отдельной встрече Баварию Обыграть Еще Кого-то Помнишь Он Смотри Там Какие-то Отдельные Игры Перейдем К Ростову Ростов Подобрался К четверке Неужели Карпин Так быстро Сложил Команду Это не так Просто Вот Все Этих Продаем А вот Этих Покупаем Значит Он этих Людей Вел Внутренне Понимаешь Значит Он Давно Уже Была Эта мысль Вот этих Продаем Вот этих Берем Потому что Иначе Никак Не получилось Вот так Сразу Заменить Пол Команды И она Будет Точно Так же Играть Понимаешь Чем Дело Значит Этот Человек Уже Знал Что Мы Вот Эту Революцию Сделаем А дальше Все Идет От Характера Боевая Команда Или Нет Сам Карпин Посмотри Какой Когда Журналистами Разговаривает Хорошо Перейдем К прогнозам Ростов ЦСКА Точный Счет Я тоже Думаю Здесь 1-1 Наверное И соответственно Другие Прогнозы Тут он Меньше 2,5 Звонок Прогнозу А вот Итоги Евгений Ловчев Предположил Что Динамо Обыграет Сочи Коэффициент 2,75 Зенит И Спартак Подделят Очки Коэффициент 4,4 А ЦСКА И Ростов Сыграют В ничью Коэффициент 3,25 Вот вы И услышали Прогнозы На матче Предстоящего 19-го Тура РПЛ Следует Пользоваться Нашими Советами Или нет Решать Только вам Ну а я Заканчиваю Подкаст Звонок Прогнозу С вами был Роман Шлуинский Звонок Прогнозу Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...